Итак, добрый день, доброе утро, шалом, ботерто, все всем, бонжур, хелло, и мы продолжаем изучать пертей, а вот я вернулся в Тиев, вернулся я в Тиев, и мы продолжаем изучать четвертую главу, давайте ждем пока все собираются, а я за это время успею прочитать еще один комментарий, который до этого я не читал, да, так, все, Рабейну Йону изучали мы уже, Раши, да, да, я уже в сети, Да, 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 сейчас я собираюсь, вот я Рамбама читаю, Рамбама, он жил тысячи лет назад, Так, хорошо, всем шалом, все собрали, все, мы продолжаем изучать, сегодня Мишна очень полезная для жизни, очень полезная для жизни и очень сложная для выполнения, значит, она становится понятной, если мы чуть-чуть опять вернемся к началу главы и пройдемся, так вот, вспомним те Мишна, которые мы выучили уже в предыдущих уроках, начал Бензама, Бензама четвертую главу начал, он спросил, кто такой Хахам, мудрец, и ответил, тот, кто учится у каждого, кто такой Гибор, богатырь, тот, кто властвует над своим духом и властвует над своим злым началом, да, кто такой богатый, радостный своему делу, тот, кто радуется тому, что у него есть, кто такой уважаемый, тот, кто уважает других людей, это сказал нам Бензума, потом Беназай сказал следующее, он говорит Беназай, да, который, оба они, кстати, у них даже имя их не упомянуто, потому что они решили остаться в статусе ученика и не перейти в статус учителя, в статус раввина, то есть решили не жениться, а только посвятить себя изучению Торы, да, и поэтому они сын такого-то, Бензума это сын Зумы, Беназай сын Азая, но имен у них своих не было, хотя были у них свои имена, но их так не называли, так сказал Беназай, Беназай сказал, что беди за митвой легкой, как за тяжелой, что ты не знаешь награду за митвот, стремись к заповедям, что заповедь вызывает заповедь, преступление, преступление, и, значит, награда за заповедь, заповедь, награда за преступление, преступление, потом он сказал, Беназай, он продолжил и сказал, что не пренебрегай никаким человеком и не отрицание какую возможность то есть ты не знаешь что может быть что каждый человек у него есть свой час и каждая возможность имеет место в мире то есть ты не знаешь как будет ты не знаешь что будет ты не можешь сказать что ты лучше другого человека и так далее это как бы было вступление теперь сегодня мы пришли к мишне которую сказал человек со со странным именем Раби Левитас Иш Явны. То есть Явны это было место, где жили мудрецы после разрушения второго храма. Рабан Йоханан Бен Закай, он договорился с ремлянами, что ему выделят место, какая-то маленькая деревня в городе Явны. Ну, это вообще там дебный брак, Явны, вот это вот виноградники. И они там, мудрецы, туда уехали, и они там сидели, учили. Их ремляне отпустили, и они там учили Тору. И вот был вот этот Раби Левитас, он был из этого города Явны, уже храма нет. И он нам сказал такую вещь. Меот меот авей шваль руах. Он говорит очень-очень будь прибитый, приниженный шваль, это как бы швела, приниженным духом. Меот меот очень-очень, он сказал, будь приниженным духом. Шетикват энош рима. Что надежда людей, она гниение. Все, вот так вот он сказал. Короткая мишна вообще непонятная. То есть представьте ситуацию, да. Вот есть, если у человека есть Гасу Труах, Гава, гордость. Гасу Труах это такая грубость, напористость и так далее. Это как бы одна сторона медали. Если у человека много тиквот. Тиква это надежда, желание, мечта и так далее. То есть это вроде бы считается круто в современном мире, что у человека есть, он такой вот прямо мощный такой, я там он лидер такой, кто лидер? Я лидер. Там все такое. Это называется Гава, гордость. И надежды. Какие люди ценятся амбициозные, да. Амбициозные, у которых есть я верю, что я стану чемпионом, миллиардером, там президентом и так далее. Это считается круто. Теперь Раби Левитас Иш явный. Он говорит вообще прямо противоположную вещь. Он говорит Аве меот меот, будь сильно-сильно шваль руах, прибей свои, свою гордость, да. Свою гордость. Шетикват и нож, надежда людей это гниение. Все вот эти вот надежды, амбиции и так далее это гниение. Оно все в никуда. Это как царь Соломон коэлит, он начал коэлит, что Аколь эвэлевэлим, все эвэлевэлим, все пар паро, все это иллюзия. Теперь, как Тора относится к Гааве гордости? Говорится, что тот, кто гордец, то есть Бог не может с ним вместе существовать в этом мире. То есть Гаава, это самое считается, гордость, это считается самое вредное качество, которое только есть у человека. И поэтому дважды он сказал, будь очень-очень прибит духом. То есть если во всех качествах Тора говорит, что нужно идти к золотой середине. Золотая середина это например, человек приводится пример один человек он раздает все деньги. Прям все, что зарабатывает, раздает, тратит такое все. Это плохо. Другой человек очень жадный. Это тоже плохо. То есть он прям все держит. Что хорошо? золотая середина. В гордости говорится нету золотой середины. То есть нужно ее полностью от себя убрать. А какое качество самое крутое получается? Анова. Анова это скромность. Бог сказал про Моисея, про Машера Бейну, что он был Анаф, Миколь, Адам. Он был самый скромный из всех людей. Поэтому Бог был ближе всего с Машера Бейну. потому что он был самый скромный из всех людей. Теперь как это практически работает? Что такое эта гордость вообще? И что такое, например, когда еврейский народ зашел вот Маше перед смертью, сейчас как раз мы последние главы читаем, и Маше Бейну перед смертью говорил народу, он говорил, вот вы зайдете в эту землю, и вы ее захватите, и скажете То есть моя рука и сила моя сделали мне всю вот эту доблесть. То есть гордость это когда человек говорит я это сделал, это я, это я прав, я крутой, вот я знаю как, и так далее. То есть все вот эти вот вещи они показывают гордость. И там где человек говорит я, он забывает что я как такового его нет, за каждым действием есть Бог, который дает силу, дает жизнь, дает все. И там где есть я, там я как бы вытесняю Бога. И чем больше у человека есть вот этого я сделал, я в этом мире, ну я существую, да, я есть, я, тем он как бы больше вытесняет Бога из своей жизни. Что такое Маше Рабену была на Миколе Адам, самый скромный из всех людей. Он говорил, есть в Талмуде интересно разбирается, говорится, почему Маше был больше, чем, например, царь Давид или царь, или Авраам, Авраам. Давид, царь Давид, да, царь Давид, который победил Галиату, отрезал голову. Царь Давид, который был, победил всех царей вокруг, льва разрывал, медведя разрывал. Что царь Давид про себя говорил, если мы псалмы почитаем, он говорил так, я, говорит, червяк и не человек. Ани Тулаа, Вело Иш, так он про себя говорил, представляете? То есть, он говорит, все цари, как цари, в Талмуде рассказывается, они там сидят, пируют, блатуют, ну, то есть, пиры устраивают, парады и так далее. А я, сижу в Бейт-Медраше, и мне женщины приносят там, задают вопросы, например, женщина, она родила, и вытедушь у нее был. И там есть нюансы, или это там, вот этот, где находится зародыш, вышло, не вышло, какой это был зародыш, там, ну, там есть куча нюансов. Он говорит, а у меня руки в крови, я в этих там, разбираюсь при плодовых жидкостях, или это так. И во всем советую со своим раввином, которого зовут Мепи Бошит, который меня позорит и говорит, тут ты не прав, тут ты не прав, тут ты не прав. Он говорит, вот я, говорит, вот такой я царь. Это есть, в Талмуде разбирается вот эта история про царя Давида. Это, это вот в этом величие царя. Интересно, что там есть в законах молитвы, так обычно, когда молишься, стоишь ровно, а царь стоит склоненный. То есть, царю тем более надо перед Богом склониться, потому что царю легче сказать, что я вообще самый крутой. То есть, царю нужно все время помнить, что не он крутой, это Бог его поставил на царство. И как только человек поднимается на какое-то испытание, есть испытание богатством, испытание славой. Это самое страшное испытание. В этот момент человек, почему он его не проходит? Он говорит, да это я все это сделал, я крутой. И тут его Бог, как написано в Мишле, перед крушением, поднятие. То есть, как только очень много людей, поднявшись, они сокрушались. Теперь, значит, Авраам Авину, продолжая Талмуд, он про себя говорил, Маани, он говорил, что я, Афар, Ваэфер, я прах и пепел, говорил про себя Авраам, который был отец всех народов, который, куда бы он ни приходил, говорили, ой, это человек Бога идет, то есть, на нем было благословение, богатство, все, Авраам про себя говорил, я говорит, Маани, что я говорит, я, Афар, Ваэфер, я прах и пепел, нет у меня. Теперь, когда народ пришел к Моисею, и к Машерабену, и к Аарону, и говорит, дайте нам мясо, а они говорят, вы нахну ма, а мы кто, нас вообще нету, они сказали, то есть, поэтому, они были больше, чем, ну, как бы, на ступени величия выше, чем царь Давид и Авраам, потому что царь Давид себя считал червяком и не человеком, Авраам Авину себя считал прахом и пепелом, вот это эго, а Машерабену говорил, а меня вообще нету, говорит, меня нету, моего я нету, я только передатчик от Бога. Интересно, что, когда фараон позвал Йосефа, который потом был премьер-министром Египта, он был 70 лет премьер-министром Египта, когда фараон его позвал, и он был в тюрьме, и он ему говорит, слышал я, что ты разгадываешь сны, что сказал Йосеф, Йосеф сказал про себя, он говорит, не я разгадываю сны, это Бог, он сообщает через меня, меня нету, моего я нету. Это то, к чему призывает раби вот этот Левитас Ишявны, он говорит, что чуть-чуть прибей свой дух, то есть тебя нету, осознаешь, что все твои истории о себе, я, это твои истории, это не более, чем некий сценарный план, который тебе кажется, что это делаешь ты, а по факту, это все делает Бог. И то, что ты ешь, секунда, и тебя нету, самые великие личности, секунда, и они рушатся. Я сейчас был в Нюрнберде, и видел вот эти вот, в Нюрнберде, фашисты строили съезды, по 100 тысяч человек собирались, кричали, прожектора в небо, стреляли там, из пушек, такое устраивали вообще, тысячелетний рейх, великое, вообще, пшит 12 лет, никого нету, стоят эти все развалины, просто вообще ни о чем. Теперь, значит, текват и нож Рима, значит, текват и нож, надежда людей гниения, то есть, мы видим, что все вот эти вот амбиции, все эти надежды, все вот эти вот супер-мега планы, в какой-то момент брык, нету человека, и через поколение никто о нем не вспомнит, никто вообще о нем не вспомнит, кто помнит коммунистов, кроме Ленина, там 10 человек, можно назвать фамилии, каких-то тех, которые в то время, там Троцкий, Шмоцкий и все, что Троцкий это? это самый был такой богоборец, который я, там вообще, вся Россия Троцкого, где Троцкий? Потом он был в изгнании, от каждого шороха прятался, и потом его зарубили лесорубом, а он кусал этого человека, который его рубил, он его кусал, как, покусал его перед смертью еще, как, потому что он боролся за жизнь, но, это как бы чисто животное, такая штука, и что, где Троцкий? Никого, ни детей, Ленин, никого, ни детей, красота полнейшая. Это то, что сказал нам рабе Левитас Ишьявны, надежда человека гниения. Теперь, интересно, что, что, а что тогда остается? Что человеку остается? И вот тогда становится нам понятно, что сказал в первой мишне Бензо, Бензо Мау. Остается человеку, если я убрал свое, я знаю, то у меня остается, я учусь, мне интересно, то есть у меня появляется огромный открытый мир, в котором я постигаю мудрость мира, мудрость людей. Кто такой мудрец? Тот, кто учится у каждого человека. Если я убираю свое, я знаю, то мне тогда я открыт для нового знания. Теперь, есть, кто такой Дебор? Дебор, это тот, кто осознавает дух, вот этот вот дух, который человека тянет, я хочу. Дебор, это тот, который может свой дух, свое, Дебор, это богатырь, это первая мишна. Кто такой богатырь? Тот, кто управляет своим желанием. Не тот, кем управляет желание. Тот, кем управляет желание, сейчас хочу, потом не хочу, захотел, бросил. Это не богатырь. Богатырь, это тот, который вовне, и он, осознавая вот это свое желание, он берет спокойненько это желание, оп, направляет туда, направляет сюда, или, как советовал Беназай, он говорит, беди за приказом Бога. То есть, если ты умеешь свое желание подчинить желанию Бога, тогда мы вспоминаем Мишна во второй главе, которая говорит, что тот, кто делает волю Бога, как свою, то есть, он берет волю Бога, заповеди, делает, как свои желания, значит, потом у него появляется какое-то желание, он с Богом уже в одно целое. Он, оп, Бог выполняет его желание, как свое. Понятно. Кто такой, кто такой Ашир, кто такой богатый, тот, кто рад своему уделу. Если у меня есть желание больше, чем у меня есть, я не рад своему уделу, мне мало, я хочу больше. Если я управляю своим желанием, и я говорю, о, отлично, я именно хочу то, что есть, и я тогда богатый, потому что у меня нет недостатка ни в чем, у меня все отлично в жизни, то есть, у меня вообще шикарно, у меня есть, а если я хочу меньше, чем я имею, так у меня избыток, у меня вообще, тогда, ну, слишком хорошо. То есть, лучше хотеть то, что есть четко. Кто такой уважаемый, тот, кто уважает других, то есть, я других уважаю, меня тоже уважают, все отлично. Понятно, да, как это работает? То есть, это очень короткая Мишна, она нам объяснила, предыдущий Мишна, как это делать. То есть, если ты убираешь свое эго, если ты убираешь свое, вот это я, будь, мол, шваль, руах, если ты, а на вас скромность, это осознание, что меня как такового нет. Те истории, которые я себе рассказываю о себе, это не я, это не более, чем какие-то представления о жизни, которых я нахватался где-то как-то. В этом представлении один себя назвал, я крутой, второй себя назвал, я крутой, но у меня там чуть-чуть не хватает, там, и так далее. То есть, человек себе напридумывать может все, что угодно про себя, и гордец, он придумывает про себя, что я там самый крутой, да, но это иллюзия. То есть, любой гордец, он рассыпается в 3 секунды от дуновения ветерка, и в итоге все равно там все умирают. Понятно, да? То есть, это очень такая мишна. Теперь, чем отличаются подходы иудаизма от того же подхода буддизма? То есть, тот же буддизм, он говорит, в принципе, то же самое. Он говорит, что убери желание, убери стремление, тебя нет, то есть, как комплимент девушке буддистке, ну, такой самый большой комплимент, это ты никакая, ты никакая, то есть, тебя нет в смысле, но это самый большой комплимент. Теперь, но чем отличается иудаизм от буддизма? Что буддизм говорит, убери все, и все. А иудаизм говорит, убери свое, и оставь только божественное. Бог высказал себя, он дал в Торе заповеди, он сказал, как делать. Убери все, что твое я, которое идет в противоречие с волей Бога, и ты соединяешься с Богом. Вот это величие настоящее, да? То есть, Машер Абейн, он-то знал, что он Моисей, и у него были желания, у него было желание зайти в землю Израиля, у него было желание, чтобы народ соблюдал заповеди, чтобы он не служил идолам, то есть, у него было желание передать Тору, у него были желания, но его все желания, у него я его не было, у него все желания, они шли в резонансе с желаниями Бога. То есть, и он соединился, как бы, с божественным. Вот это разница. То есть, буддизм, он говорит, все убери, а что останется? Ничего. И что? Будет кайф. То есть, у тебя, как бы, исчезнет страдание, которое возникает из-за противоречия твоих желаний с реальностью. То есть, обычно у человека, у которого есть желание, у него противоречие между, для того, чтобы реализовать любое желание, нужно очень сильно сдвинуть реальность. Понятно, да? И у них, то есть, путь к счастью, он говорит, убери все желания, и ты просто сдуешься и кайфанешь какое-то время. Иудейн говорит, нет, убери свои желания и делай желание Бога. Делай желание Бога, помогай другим людям, делай добро, выполняй, ну там, все должно быть, женись. Да, сложно жениться, ничего страшного, давай, это работа, но ты выполняешь божественную работу, ты через это переходишь на следующий уровень в своем духовном развитии. Все, давайте подведем итог, значит, вывод из сегодняшнего урока. Аве моот моот шваль руах, то есть, в начале учил Веленский Гаон следующее, он говорил, вот допустим, есть человек, вот есть человек, да, у него есть, он такой был гордец, вот такой, вот такой он был гордец, да, вот так, у него была, ну прям, гордость зашкалила. Теперь, если он просто станет нормальным, это не сработает, нужно перегнуться в другую сторону. И перегнуться в другую сторону, это нужно какое-то время перестать сильно хотеть, перестать сильно хотеть, и перестать считать, что твое мнение, оно очень важно. на какое-то время сдуться и подключиться к заповедям. То есть, как говорил в предыдущем Мишнея Бен Азай, что нужно гнаться за легкой заповедью, как за тяжелой. То есть, полностью переключить свое желание и понимание мира, убрать то, что мы называем свое, потому что своего ни у кого ничего нету. Все мысли в голове человека, все слова, все мысли, все убеждения, все верования, все ценности, все это пришло от кого-то, все. То есть, маленький ребенок рождается, компьютер без программ. И все, что человек думает, что я знаю себя, я знаю свои мысли, я знаю свои желания, желание в голове современного человека, это все работа маркетологов. Работа маркетологов, работа всех телевизионных, вот этих вот, все программы, фильмы и так далее, это все человеку внедрили в голову чужие мысли. Поэтому, первое, нужно осознать, что то, что я считал своими, мыслями, и своим мнением, и своим знанием, это все иллюзия. И начать гнаться за божественной реальностью, божественная это реальность, за волей Бога, за правилами Бога, за заповедями Бога, то есть, и двигаться, начать разогнаться, двигаться в этом направлении. Пожалуйста, напишите свои выводы, какие у вас есть выводы, что вы для себя поняли, какие идеи вы собираетесь взять для себя, как ведущие идеи в следующем каком-то этапе вашего мышления, да, то есть, мы, изучение Тора, это когда ты берешь какую-то идею и делаешь эту идею, как переходишь на привод этой идеи, и она приводит тебя к каким-то новым решениям, действиям, результатам. Все, удачи, успехов, и напишите, пожалуйста, свои выводы. Пока, удачи, успехов. Это не моя мудрость вообще, я же вам только, Мишнает, пересказываю по учению отцов, мы с вами вместе учимся, я только вот, с вами вместе учусь, я благодаря тому, что провожу эти уроки, я каждый день благодаря этому учусь, обучаюсь, и мы все вместе постигаем мудрость мудрецов, про отцов, по учению отцов, которая своим корнем восходит к Маше Робейну, это Тора, а Маше Робейну взял всю эту мудрость от Бога, то есть мы вместе, через мудрецов, которых мы вместе изучаем, подключаемся к Маше Робейну, который получал мудрость от Бога, и получается, что мы божественную мудрость запускаем в себя, но у нее есть большие сложности, потому что уже внутри есть заборы из прошлого, прошлых этапов, информационные заборы, и сегодня, вот мы сейчас, только мы выключаемся, и тут же в голову идет поток маркетологи, маркетологи, информационный, такой идет атака просто на мозг, поэтому, пожалуйста, побольше природы, побольше вот именно общаться с божественным, природа это божественное, цветы это божественное, то есть вот цветы, это создал Бог, общаться надо с цветами, все, общаемся с цветами, удачи, успехов, всем пока!